Бутадион – нестеродный противовоспалительный препарат. Оказывает противовоспалительное, анализирующее и жаропонижающее действие. Проявляет урикозурическое действие. Показания. Препарат применяется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Ревматоидный, подагрический, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, борезнь Бехтерева, остеоартроз, артрит. Препарат применяется также при болевом синдроме. Бурсит, тендовогенит, артралгия, миалгия, невралгия, зубная и головная боль, ольгодисменария, боль при травмах, ожогах. Применяется при лихорадочном синдроме, при простудных и инфекционных заболеваниях. Предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования. На прогрессирование заболевания не влияет. Способ применения и дозы. Принимать внутрь по 0,2-0,4 грамма во время или после еды 3-4 раза в сутки. Детям в возрасте от 6 месяцев по 0,01-0,1 грамма в зависимости от возраста 3-4 раза в день. Длительность терапии от 2 до 5 недель и более. Противопоказания. Гиперчувствительность. Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, децидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов, в том числе в анамнезе. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Язвенный колит. Пептическая язва. Депрессия костного мозга. Декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность или легочно-сердечная недостаточность. Тяжелая печеночная или почечная недостаточность. Период после проведения ортокоронарного шунтирования. Прогрессирующие заболевания почек. Активное заболевание печени. Подтвержденная гиперкалиемия. Беременность. Третий триместр. Активное желудочно-кишечное кровотечение. Воспалительные заболевания кишечника. Особые указания. Во время лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и почек. Во время лечения следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций. Для снижения риска развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта следует использовать минимально эффективную дозу, максимально возможным коротким курсом. Побочные действия. Геморроидальное. Нарушение функции печени. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Повышение артериального давления. Тахикардия. Со стороны нервной системы. Головная боль. Головокружение. Сонливость. Депрессия. Возбуждение. Со стороны органов чувств. Снижение слуха. Шум в ушах. Со стороны органов кроветворения. Агронолоцитоз. Ликопения. Анемия. Тромбоцитопения. Возможны аллергические реакции. Кожная сыпь. Зуд. Крапивница. Бронхоспазм. Отечный синдром. Ангионевротический отек. Прочие. Усиление потоотделения. Маточное кровотечение. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...